Вторая задача про наблюдение дифракции фроунгофера на щели. Надо узнать, в каком условии удовлетворяет первый минимум около центрального главного максимума, под каким углом будет наблюдаться этот минимум, и выбрать правильный ответ. Смотрим опять сложение колебаний, которые приходят от разных участков щели. Рассматриваются зоны очень маленькие. Разность фаз от краев, в которых переходящие в какую-то точку наблюдения, может быть настолько мало, что можно и пренебречься, как будто точечные источники. От каждого точечного источника в направлении точки наблюдения идет вторичная волна. Эти волны собираются в точке наблюдения B на далеком экране. Там, где параллельные лучи, вот эти у нас как раз и пересекутся. И в этом месте у нас под углом, который называют углом наблюдения, фи, будет наблюдаться сложение колебаний, перешедших от разных участков. Если провести перпендикуляр к этим лучам, то расстояние, пройденное лучами от линии этого перпендикуляра до точки наблюдения, будут одинаковы. Сдвига фаз там между лучами не будет производиться. Сдвиг фаз будет происходить только за счет расстояния от плоскости щели до вот этого перпендикуляра. Причем максимальное расстояние, которое мы обозначим буквой дельта, это будет разность хода между крайними лучами, между лучами, пришедшими от крайних зон щели. Векторная диаграмма при этом будет выглядеть так. От первой щели пришло колебание. Мы его разместим горизонтально на векторной диаграмме. На векторной диаграмме это не пространственная рисунка, а такая комплексная плоскость, на которой мы изображаем колебание, о чем уже была речь. Следующее колебание будет сдвинуто на незначительный угол. Следующее колебание на незначительный. Поскольку число зон у нас очень большое, то от всех зон придут колебания, которые будут образовывать такую ломаную линию. Результирующее колебание можно получить путем проведения вектора из начала первого колебания в конец последнего. Результирующее колебание, которое буквой r обозначивает обычно. Видно, что при изменении угла φ у нас будут меняться. В частности, вот эта разность хода, дельта, она будет связана с углом наблюдения φ, который будет у нас вот здесь, в этом треугольнике, равен острому углу. Разность хода может быть выражена через ширину щели, которая принята обозначить буквой b в латинской, умножить на... В этом треугольнике будет она в гипотенузе b являться, а мы будем искать противолежащий катет, поэтому умножить на синус угла φ. Если у нас этих щелей достаточно много, то у нас ломаная линия превратится в часть дуги окружности практически. И в тот момент, когда у нас сдвиг между первым колебанием и последним колебанием... Последнее колебание, если вы перенесите сюда, будет вот так выглядеть. Вот этот вот сдвиг φ, дельта, он будет связан с разностью хода дельта. Таким соотношением надо будет поделить на лямбда, чтобы узнать, сколько длины волны укладывается в разности хода. И поскольку каждой длине волны соответствует сдвиг φ 2π, то получится такое соотношение. Чтобы у нас кривая эта замкнулась, сдвиг φ между первым колебанием и последним колебанием должен быть как раз равен 2π, что будет соответствовать разности хода лямбда. Ну и, соответственно, сдвиг φ, если мы сюда подставим лямбда, будет равен 2π. Посмотрим, как там вопрос формулировался. Синус φ, чему будет равен? Синус φ у нас получилось дельта равно лямбда. Если мы в качестве дельта сюда напишем b умножить на синус φ, то ответ, понятно, что получится синус φ равен лямбда разделить на b. Деланы. Синус. Синус.